Это событие можно назвать историческим, потому что можно сказать, что в этот день, в дни этого мероприятия, в дни этой конференции стали новой точкой, в котором все мусульманское сообщество обратило свое внимание на положение и ситуацию мусульман в России. Вы, наверное, знаете, что весь мусульманский граждан, почти те же проблемы, которые коснулись нас, проблемы исламского радикализма, крайних взглядов в исламе, и эти же проблемы не обошли стороной каждое арабское государство, мусульманское государство. И, естественно, у этих стран есть величайший опыт противодействия радикализма, излечивания таких вот проблем, которые возникают в молодежной среде, действительно распространение крайних течений, крайних взглядов ислама. Мне было очень приятно, когда эти большие ученые нам как бы раскрывали свое видение и свои подходы. Эти подходы, естественно, канонические, богословские, научные подходы, от которых необходимо придерживаться и нам. И, естественно, проблемы у нас в рамках двухдневной конференции посмотреть все проблемы, которые нас затрагивают, физически невозможно. Непосредственно активное участие в организации этого мероприятия принимала организация Аль-Васад-Ия, которая находится в Кувейте. Аль-Васад-Ия в переводе означает «уверенность», «серединность». Эта организация ведет активную работу в пламя пропагандирования истинного подхода ислама ко всем проблемам, отходя от всяких крайностей, от чрезмерностей. И вот в эту организацию вошло большое количество ученых арабского мира, которых беспокоит проблема радикализма и радикализации молодежи во всем исламском мире. Ведя вот так называемую борьбу с этим, радикализацией нам, естественно, нужно все это делать и не придумывать у себя, как говорится, велосипед. И этот путь уже пройденный во многих странах. И лучший метод борьбы с этим явлением – это следовать четко, к примеру, этих больших ученых, их подходу, их методике. И это все нам, думаю, будет очень полезно изучить. Вообще идея проведения богословской конференции принадлежит Съезду народов в Дагестан, третьему съезду народу в Дагестан, вы же постоянно критикуете власть, чиновник, вот они вот такие, вот всякие, вот против силы. То есть она прозвучала на съезде в декабре 2010-х. После съезда мы во исполнении этих решений по инициативе президента Республики Дагестан Магомед Салама Магомедовича приступили к ее реализации. Должно было заручиться поддержкой международно признанных богословов для того, чтобы они согласились приехать в Дагестан и провести здесь эту конференцию. Это движение всегда двустороннее. Наши воспередисты острадали другими авторитетными лицами. Наши всякие процессы в Российской Федерации нам сказали, вот там выборы, там это, там кто. Все, идея была поддержана федеральным центром. Для приезда таких людей всегда нужно получить их приемы, размещение от нужды. Это серьезные вопросы. Согласие. Одобрили в федеральном центре. И когда мы уже стали выходить на финишные программы подготовки этой конференции Богословской, и когда они увидели нашу концепцию проведения этой конференции, инициативу президента, состав его участников. И решили, учетом того, что это имеет исключительно важное значение для России, не только для Дагестана, но и для всех республиксированного Камказа, для всей России в целом. Что присутствие такого количества ученых из двадцати трех стран мира, столбов, которые достигают очень высоких уровней, штатов, квадрата для всего мусульманского Востока и мусульманского мира. И в связи с тем, что в связи с событиями в странах Среднего Угличевого Востока, эти люди тоже искали площадку, где бы они могли бы вместе собраться. Была выбрана Москва. И в Москве состоялась эта конференция. Первая московская, богословская конференция в истории российского государства. Что я так делаю? Я имею в виду будущего. В будущем, значит, мы не отказываемся от идеи проведения богословской конференции в Махачкаре. Более того, мы бы хотели, чтобы эти конференции стали такими же обычными диалоговыми площадками, какими мы пытаемся делать диалог вообще-то в бизнесном обществе. Так что эта конференция только открыла нам дорогу. А теперь, пользуясь этими контактами и этими связями богословами мира, мы будем сами выезжать в эти страны для того, чтобы представлять Тагистан. И безусловно, этих богослов будем приглашать сюда, в республику Тагистан. Ища лава, надеемся, что они примут наши приглашения. Спасибо. Спасибо. Спасибо.